День добрый. В прошлый раз я грозилась завершить тему вежливого обращения к смешанной группе людей в польском языке, но не уложилась, потому как там много всего насобиралось. Я даже сама не ожидала. Но сегодня мы обязательно с вами завершим эту тему, потому что нам остался только один небольшой случай вежливого обращения к специфической группе людей, который состоит всегда из двух человек и по-русски называется молодоженами. По-польски тоже есть слово новоженцы, одно единственное слово, не словосочетание. Если бы поляки его чаще употребляли, то они избежали бы огромного количества ошибок. Но они его часто не употребляют, потому что слово новоженцы, с одной стороны, имеет такой чересчур слишком официальный характер, а с другой стороны попахивает, ну, во всяком случае, для меня, например, какой-то такой архаичностью, старомодностью и даже немножко простоватостью. Если я ошибаюсь, то пусть меня носители польского языка исправят. Но, во всяком случае, словосочетание «пайство» и «моджи» употребляется гораздо чаще, тем самым увеличивая ошибки самих носителей польского языка в энное количество раз. Потому что поляки здесь ошибаются просто-напросто оптом, не потому что они неграмотные, а потому что, они даже очень грамотные, а потому что они слишком уж велико искушение склонять, изменять это словосочетание по образцу словосочетания «пайство» польские, в котором, как я уже говорила в предыдущих видео, происходит прямое управление. Например, по числу. Нас здесь число будет интересовать «пайство», существительное, которое стоит в единственном числе, и польские, привыкающие к нему прилагательное, тоже стоит в единственном числе. И здесь происходит прямое управление. Одно слово зависит от другого. И принимают такие же формы, как и это слово, управляющее им. А вот здесь вот нет управления прямого. Здесь происходит, здесь даже вообще, здесь не прямое управление, и вообще оба управления очень тяжело говорить, потому что эти два слова, они не зависят друг от друга, в принципе. Они как бы по смыслу вступают в отношения, а вот, например, по всему остальному нет, не зависят друг от друга. Здесь происходит управление, как я уже говорила, по-польски оно называется «звензок жонду», и при котором слово «пайство» стоит в единственном числе, а примыкающие по смыслу к нему слова приобретают форму множественного числа. Например, «пайство» – «моджи». Слово «моджи» стоит в форме множественного, имеет форму множественного числа. Давайте с вами посмотрим, как это словосочетание изменяется в разных падежах и каким образом проверить. Например, именительный падеж «пенькне выглядаем пайнство моджи». Вот еще в именительном падеже видно, что и глагол, примыкающий к пайнству моджи, к пайнству модых, приобретает форму множественного числа, независимо от слова «пайство». «Пенькне выглядаем пайнство моджи». Очень хочется сказать как-то по-другому, да, «пенькне выглядаем», например, «пайнство моджи». Вообще хочется сказать «пенькне выглядаем пайнство моджи». И можно такое даже услышать. Две ошибки в одном предложении получаются, нет. Нужно сказать «пенькне выглядаем пайнство моджи». Каким образом, ну, хоть немножко проверить, правильно ли мы сказали или нет, хотя бы постфакту. Нужно поставить в именительный падеж эти два слова независимо друг от друга. Смотрите, «пенькне выглядаем кто?» – пайнство, «пенькне выглядаем кто?» – мочи. И потом склеить эти два слова между собой. Как бы они не хотели склеиваться, их нужно склеить между собой. Итак, получается в именительном падеже «пенькне выглядаем пайнство моджи». Родительный падеже «нема ешче пайнство модых». Это правильная форма. Хочется полякам всем и нам тоже вместе с ними. Мы ничем не лучше сказать «нема ешче пайнство модэго», например. «Нельзя». «нема ешче пайнство модых». И опять попробуем проверить эти слова независимо, склоняя их независимо друг от друга. «нема ешче кого пайнство», «нема ешче кого модых». И склеиваем «нема ешче пайнство модых». Дательный падеже «пайнство модым чем неодмавя». Кому щем неодмавя пайнству, кому щем неодмавя молодым. Склеиваем «пайнство модым чем неодмавя». А хочется сказать прям вот через язык, чешется сказать «пайнство модых». Нет, здесь нет зависимости между словом «паньство» и между словом «моди». Дальше. Возьмём винительный падеж. Например, «пшивиточ кого паньство», «пшивиточ кого модых». Склеиваем, и получается «пшивиточ паньство модых». «Пшивиточ паньство модых». А что хочется сказать? Хочется сказать, например, «пшивиточ паньство моды». Хочется сказать, да? Нельзя так говорить. Надо, как говорят поляки, «убрыщем вензык», прежде чем мы так скажем. Дальше. Творительный падеж. У меня здесь есть примерчик. «Зеробич собесниче с паньством модыми». Здесь прям так и хочется сказать «спаньство модом» или «спаньство модых». А надо говорить «зеробич собесниче с ким?» «спаньством». «Зеробич собесниче с ким?» «С модыми». Мы уже знаем, как проверить. Мы уже хитренькие. «Зеробич собесниче с ким?» «С паньством», «С ким?» «С модыми». Склеиваем. Получается «зеробич собесниче с паньством модыми». И предложный падеж. О ком, о чём? О ком-то мы, например, думаем. «Мышли мы о ким?» «О паньству». «Мышли мы о ким?» «О модых». Склеиваем. И получается «Мышли мы о паньству модых». Все наши интуитивные желания поставить это словосочетание, форму, например, мысли о паньстве модым или о паньстве модых абсолютно неправильные. Нужно себя переломить и сказать «мышлям о паньству модых». «О ким?» «О паньству». «О ким?» «О модых». «Мышлям о паньству модых». Вот таким образом мы завершим уже полностью и никогда уж к нему не вернёмся разговор о вежливом обращении к смешанной группе людей в польском языке. С вами была Серёгина Светлана. Тинкуе бардзе. Папа.